Много слов, статей, книг и море томов написано про любовь. А про ее сестру обычно, скромно обходят вниманием. Так что же такое нелюбовь и как ее отличить от любви, давай разберемся. Нелюбовь, это когда нельзя мешать. Смеяться, разговаривать или лезть, чтобы обнять. Нельзя рассказывать о своих тревогах и переживаниях, это все ерунда, а не переживания. Нельзя что-то просить, необходимо понимать, что сейчас неподходящее время. И зачем тебе это вообще? Нельзя полагаться на помощь, ты уже достаточно взрослая, должна справляться самостоятельно. Ведь, пять лет это уже солидный возраст. А если 35, это уже старость, и не надо так одеваться и краситься в таком почтительном возрасте. Нелюбовь, это когда особо не ругают, но и не хвалят и не замечают. Когда стесняешься есть при родном человеке, он может сказать, что ты много еща мягкий знак. И не скажет ничего о приготовленной тобой еде, просто съест. И не замечает стараний, когда уберешься и цветы в вазу поставишь. Нелюбовь, это когда ничего нельзя. Когда раздражаешь, отвлекаешь, лезешь, несешь ерунду, выносишь мозг, сиди тихо в углу и жди, когда тебя выведут на прогулку. Не ной, не реви, не скули, сиди смирно и жди. Когда говорят, сам виноват, это нелюбовь. Когда жалко на тебя денег, когда ничего не дарят, это нелюбовь. Это не ненависть, это еще хуже, потому что ненавидят за что-то, тут все понятно. Можно все бросить и уйти или дать сдачу. Они любят просто так. Хотя говорят, я тебя люблю, только отстань, опять ты начинаешь. Вот что такое нелюбовь. От этого умирают. Особенно дети, старики, собаки и взрослые чувствительные люди. Нелюбовь делает человека робким, зажатым и неуверенным в себе. Который думает, что он все портит, навязывается, мешает и раздражает своим присутствием. Здесь ничего не поделаешь, либо нужно уходить, либо четко понимать, что это нелюбовь. Продолжение следует...